Наблюдение за звездами, которые отчаянно пытаются не потерять свои деньги и готовые на нехарактерные для них действия, всегда вызывает интерес. Вот и вчера на день рождения известного режиссера Валерии Гай Германики было приглашено множество гостей, и вечеринка была организована в стиле костюмированного бала. На этот раз звезды решили не раздеваться, так как, видимо, урок Ивлеевской вечеринки был хорошо усвоен, а вместо этого появились в нарядах 18 века. Среди приглашенных была и известная журналистка Ксения Собчак. «Невероятно крутой день рождения у Леры Германики. Честно говоря, первый раз участвую в костюмированной вечеринке. Шла с опаской, но в итоге формат прекрасный, приходишь в трениках, а тебя потом долго и красиво наряжают. Весь вечер чувствуешь себя мадам Помпадур», написала Собчак. Другие гости, похоже, были осторожны в связи с недавними событиями в клубе «Мутобор» и не спешили делиться фотографиями с мероприятия. Однако Ксения Анатольевна не стеснялась показать в социальных сетях свой образ дамы из исторических романов. Но по наблюдениям, даже если нарядиться в платье 18 века, это не изменит характер человека. Вчера в своем телеграм-канале Собчак вспыхнула грубыми выражениями и уже мало напоминала фаворитку французского короля Людовика XV. Стоит отметить, что Ксения Анатольевна никогда не отличалась изысканными манерами. Еще во времена шоу «Дум-2» на канале ТНТ Собчак приобрела довольно спорную репутацию. Грубый язык был для журналистки обычной формой общения, и только в последние годы Собчак пыталась сдерживаться. Но вчерашний скандал, в который блондинку в шоколаде втянули ее коллеги по либеральному цеху, вывел Ксению Анатольевну из равновесия. Все началось с публикации иноагента Александра Плющева, бывшего журналиста известной, но сейчас уже не существующей радиостанции. В своем посте в Телеграм он высказал мнение, что именно Ксения Собчак является главным выигравшим от недавно принятого закона в Госдуме, который теперь запрещает рекламу у иноагентов. Здесь стоит дать небольшое пояснение. Дело в том, что сегодня среди иноагентов, действующих на различных платформах, царит разочарование. Основной источник дохода, будь то на ютуб-каналах или в социальных сетях, они получали от рекламы. Для рекламодателей важно было только количество подписчиков, взгляды автора площадки их не особо волновали. Но с принятием нового закона все изменилось кардинально, рекламодатели ушли и блогеры остались без дохода. Все разговоры иноагентов о том, что им якобы делают пожертвования подписчики, это всего лишь способ привлечь внимание к своей персоне. Главный источник дохода была реклама, и сегодня этот источник был закрыт. Например, известный блогер и иноагент Варламов в последнем выпуске своей программы ЧП уже жаловался на то, что лишился средств для поддержания своего канала. Подобные настроения сегодня у всех иноагентов. Когда Ксения Собчак увидела пост, опубликованный Александром Плющевым, она была вне себя от ярости. И, честно говоря, есть причины для этого. В закулисе давно ходят слухи, что защитный паспорт, которым Собчак и ее мать-сенатор Нарусова беззастенчиво пользовались на протяжении десятилетий истек. И на этом фоне появились слухи, что Ксению Анатольевну вот-вот объявят иноагентом. Блондинку в шоколаде можно назвать многими словами, но точно не глупой. Собчак отлично понимает, что ветер начал дуть в неправильном направлении, и сегодня она старается быть максимально осторожной в своих высказываниях. Да, Ксения даже не пришла на прощание с известным оппозиционером, который был ее другом. В общем, очевидно, что Ксения Анатольевна старается избегать конфликтов и делает все возможное, чтобы не привлекать к себе внимания. А тут Плющев поднимает тему, которая крайне неприятна для нее, и напоминает о том, что у звездной блондинки нет статуса иноагента, которого она, как никто другой, заслуживает и которого боится, как огня. Да надоели вы, сплетники. Пивоваров, к сожалению, иноагент, мой друг. Я сама почти иноагент, но вы обязательно должны написать донос. Да, написала разгневанная блондинка. Есть причины для ярости. Если Ксению Собчак признают иноагентом, это нанесет серьезный удар по ей финансам. Чтобы понять, о каких суммах идет речь, достаточно посмотреть на ее доходы на ютуб. Так, например, в 22-м году звезда заработала на американском видеохостинге более 150 миллионов рублей. В прошлом году доход был еще больше, и это не считая телеграм-каналов и других социальных сетей. Нужно признать, что журналистка умеет вести бизнес. Плющевым было высказано мнение, которое многие поддерживают. Ксения Собчак, безусловно, заслуживает статуса иноагента. Эта журналистка не раз выступала против конфликта, критиковала действия власти и в целом активно проявляла свою приверженность западным ценностям. Однако сама Ксения Анатольевна, по всей видимости, не разделяет этого мнения. Я искренне считаю, что я не говорю ничего такого, за что меня нужно наказать. Есть те вещи, с которыми я не могу согласиться. Например, я никак не могу ни в каком виде считать, что гибель людей можно чем-то оправдать. Это та грань, где я не могу сказать иначе. Это та граница, которую внутри себе я перейти не могу. Но если мы живем в то время, когда, к сожалению, я о чем-то не могу говорить, значит это мой компромисс, и я не буду об этом говорить. Недавно заявила журналистка. Безусловно, если бы был проведен опрос среди россиян о том, заслуживает ли Собчак статуса иноагента или нет, то у Ксении Анатольевны Списи, вероятно, стало бы меньше. Давайте посмотрим, как завершится очередной скандал в либеральном лагере и искренне надеемся, что Собчак наконец получит то, что по праву заслуживает. Кстати, сам Плющев на нападки Собчак предпочел не реагировать. Даже он, похоже, понял, что вести диалог с Ксенией Анатольевной не имеет смысла. На этом, пожалуй, все. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории и быть в курсе всех обновлений.